Народ, всем привет! Вы на канале Империя Инструмента, меня зовут Сергей. Сегодня мы с вами поговорим об аккумуляторной технике Greenworks, вернее, об одной единице. Это будет у нас опрыскиватель. Перед тем, как мы начнем, мне нужно зарядить аккумулятор. А вы пока что подпишитесь, поставьте лайк, я скоро вернусь. Аккумулятор у нас заряжен, заряжен на все 100%. Мы можем начинать работать с нашим опрыскивателем. В отличие, соответственно, от бензинового, нам не нужно его заправлять. В отличие от электрических, нам не нужно ходить с проводом. В отличие от механических, нам не нужно делать лишних каких-то движений, чтобы накачать давление в бак. Как вы видите, у меня за спиной также представлены некоторые модели инструмента от компании Greenworks. Это все также 24 вольта, работает все от одного литий-ионного аккумулятора. Есть аккумуляторы 4 Ач, 2 Ач. Об этом мы рассказывали уже не раз в наших роликах. Но сегодня именно об этом малыше. Опрыскиватель для частного пользования. Емкость бака 7,5 литров. Вес его пустого всего 2 кг. Работает бак на закрытом насосе. Соответственно, давление не создается в самом бачке. А вода поступает в насос. А оттуда уже электромотор и, соответственно, помповый насос разгоняет, дает нам давление. Поставляется именно в таком виде. В картонный короб. Сегодня у меня комплект, соответственно, сам опрыскиватель. С ним шел аккумулятор 4 Ач, 24 вольта. И зарядное устройство, которое работает от обычной сети 220 вольт, дает нам 3,15 ампера. Ссылку на этот комплект мы оставим в описании. И что далее? Собирается данный опрыскиватель очень просто. Справится с этим абсолютно любой человек, который может посмотреть инструкцию. В картинках там все написано. У нас есть такой пластиковый пистолет. Выполнен из пластика, но довольно-таки неплохого. Трубка обычная, прорезиненная. И буквально две гаечки. Все это дело мы между собой стыкуем. И нас ждет дальше приятный бонус. Потому что в комплекте идет 4 насадки, 4 форсунки. Есть форсунка веерная, есть форсунка точечная, есть форсунка двухточечная. И есть так называемый всеми любимый туман, кто использует чаще всего его на даче. И с заряженным аккумулятором, с собранным вот этим вот соплом, наш опрыскиватель полностью готов к работе. Также внутри у него имеются две сетки, одна сверху. Вторая сеточка находится внизу, внутри бака. Они защищают сам насос, сам опрыскиватель от попадания крупных частиц. Соответственно, чтобы не забивалась помпа. Включается он одной кнопкой. Выкол, как и везде, этот тумблер. Соответственно, просто ставим аккумулятор. Аккумулятор заряжен. И можно начинать работать. Вот мы собрали наш опрыскиватель, правда, нам еще нужно залить в него немного воды. Пойдем его потестируем. Кстати, расход у данного опрыскивателя 132 литра в час. Я думаю, что это зависит все-таки от форсунок. Но попробуем это как-нибудь проверить. Так, выбрались с моим любимым опрыскивателем бренда Greenworks. Мы в парк. Сейчас накинем его, попробуем, поменяем форсунки. Напомню, их 4 штуки в комплекте. Посмотрим, как они работают, чем они отличаются, насколько далеко данный аппарат бьет. Можно заметить, что там воды уже чуть-чуть меньше, чем полный бак. Если это видно, свет не мешает. А что я уже чуть-чуть побегал тут. Но самому было очень интересно. Сейчас его накидываем. Агрегат легкий. Даже с этим баком. Вес у него килограмм, наверное, 7. Оп, оп. Никаких дополнительных лямок здесь нет. Ничего ему здесь не надо. Потому что он, в принципе, не тяжелый. У меня что-то не получилось здесь его накинуть удобно. Ну ладно, пойдет так. Берем, оп, трубку нашу. Здесь у нас сразу установлена. Оф, то содралась. Двуточечная форсунка. На рукоятке у нас есть фиксатор. То есть мы можем зажать рукоятку, подвинуть его на себя. И, соответственно, аппарат у нас будет работать. Отодвигаем. Аппарат отключается. Работает он за счет помпы. Я напомню, он не накачивает давление в бак. Соответственно, как только мы нажимаем на курок этого пистолета, давление в общей системе сбрасывается. За счет этого помпа начинает работать. Ну, давайте попробуем на вот этом маленьком кустике. Двухточечная форсунка, распылительная. Высоко она не бьет. То есть, прошу заметить, шланг не такой уж и длинный. Мне для высоты, для длины рук даже чуть-чуть не хватает. Было бы здорово сделать его по длине. И прикольная гибкая трубка, как она извивается. Извивается. Ну, с этой, в принципе, понятно. Классическая распылительная трубка для небольших объемов. Вернее, форсунка, прошу прощения. Сейчас мы ее попробуем поменять. У меня в кармане с собой еще есть такая небольшая заначка. Это полный комплект. Они все идут вместе с опрыскивателем. Возьмем такую четырехточечную. Посмотрим, что она покажет. Самому интересно. А будет действительно как туман? Или будет распылять? Пойдем туда же. Замена, кстати, очень простая. Если вы видели, одной гайкой. Ну. Как видно, именно распыление. Также по вертикали она, а может быть, чуть-чуть лучше бьет. Ну, сколько? Три с половиной метра. С счетом высоты. С счетом моего роста. Да нет, даже три. Три метра. С счетом человеческого роста, вытянутой руки. В принципе, я думаю, что этого будет достаточно на обычном участке. С небольшими деревьями. Что мы там сейчас любим? Туи. Их мы обработать сможем смело. И попробуем стандартную насадку. Которая, как у нас говорится, веерная. Здесь надо что-то придумать, чтобы вешать эти насадки с собой, так сказать. Будет удобней. Да, веерная, стандартная, классическая веерная насадка. Идет распыление примерно под углом 30 градусов. Такой насадкой очень удобно весной широкие окна мыть. Ну, что можно про него сказать. Агрегат рабочий. Аккумулятор устанавливается на большую линейку инструмента. Для частного пользования. Как по мне, он очень подходит. Это намного лучше механических аппаратов. Большинство из них, которые стоят примерно столько же, как этот аккумуляторный опрыскиватель. Да, да, хочу подметить то, что качество самого пластика, самой рукоятки и данной трубки оставляет желать лучшего. Но, господа, цена. Цена у него очень заманчивая. И очень приятная цена, которая никак не скажется ни на каком бюджете. Ни на семейном, ни на городском. Я очень хочу его подарить кому-нибудь из вас. Из тех, кто посмотрел этот ролик. Вот в полном комплекте, как он есть. С аккумулятором, с зарядкой, в коробке. Хотите, даже воду не буду сливать. Подарю его тому, кто оставит комментарий. Никакого, абсолютно никакого подвоха в этом не ожидаете. Просто оставьте комментарий. А лучше два, а лучше три. Чем больше комментариев, тем больше будет шансов, что именно ваш комментарий попадет к нам вот именно в это число, которое мы выберем победителем. И потом обязательно вам отпишемся. И подписывайтесь на наш канал. С вами был Сергей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok